Налоги являются основой для формирования бюджета любого муниципального образования. Отчисления, которые платят в казну предприниматели, это та финансовая база, которая позволяет реализовывать району свои полномочия по организации комфортного проживания всех жителей. Многие индивидуальные предприниматели Славянского района пользуются единым налогом на вмененный доход. Этот платеж вносится один раз в квартал, но, как показывает практика, некоторые бизнесмены игнорируют его. К таким неплательщикам применяются различные меры воздействия. Рынок привоз – одна из самых известных и старейших торговых точек Славянска на Кубани. По данным налоговой службы, несколько предпринимателей, ведущих здесь свой бизнес, имеют крупные задолженности по уплате ЕНВД – единого налога на вмененный доход. Эти долги тянутся уже не один год, потому налоговый орган вынес решение по их взысканию за счет имущества бизнесменов. Решение передано на исполнение в службу судебных приставов. Есть предприниматели, которые не платят налоги, не частично, никак не хотят оплачивать. Поэтому служба судебных приставов применяет меры принудительного исполнения, выезжает на рынок для составления акта описи ареста имущества должника, для беседы с должниками, почему так у них получается, почему они не платят, почему они не хотят платить. В ходе рейда судебные приставы посещали торговые точки предпринимателей-должников. Суммы, которые они недоплатили в казну, составляют от 27 до 87 тысяч рублей. В счет этого долга приставы составляли акты о наложении ареста на имущество, или, проще говоря, описывали товар, имеющийся на торговой точке. И передавали описанное предпринимателю на ответственное хранение. Продать этот товар должник не может до снятия ареста, который произойдет только после погашения долга перед налоговым органом. Налоги, которые поступают в консолидированный бюджет района, это одинный налог на умененный доход, который платят предприниматели. К сожалению, не все предприниматели платят у нас своевременно налог, поэтому налоговому органу, соответственно, с помощью службы судебных приставов, приходится принимать меры принудить на обзыскание. Хочу обратить ваше внимание, что налог должен уплачиваться ежеквартально, и это деньги, которые поступают в бюджет района, и в свою очередь идут на благоустройство города, детских садиков, школ, парков. И вся инфраструктура, которая у нас на сегодня имеется, это только благодаря тому, что вы своевременно платите налоги. Общий долг по ИНВД за прошлые годы в районе составил порядка 18 миллионов рублей. Для того, чтобы стимулировать славянских предпринимателей платить налоги, 17 августа представители налоговой совместно с приставами провели выездной прием в здании администрации рынка «Привоз». Здесь можно было узнать о наличии долгов по налоговым платежам, проконсультироваться по интересующим вопросам, что очень удобно для предпринимателей. Я как предприниматель по роду деятельности очень занята, а сейчас налоговая приехала на рынок «Привоз» в кабинете, и мне очень удобно посмотреть все свои задолженности по налогам, по штрафам, по общим, короче, посмотреть, чтобы в документах все было в порядке. Как в том фильме говорилось, заплати налоги беспокойно, поэтому, чтобы было спокойно на душе, заплатить вовремя, и тогда никаких проблем нет. Бизнес – дело непростое, но каждый, кто решил зарабатывать деньги таким образом, должен в полной мере понимать свою социальную значимость – платить налоги вовремя и в полном объеме. Мария Климова, Георгий Калинин, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События». Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует...